Здравствуйте! В эфире научно-популярная программа «В объективе натуралиста». Мы продолжаем наше путешествие по реке Соломянки, и сегодня мы приехали в то место, где в прошлый раз заканчивали наше путешествие. И здесь действительно перемычка, и дальше идет озеро. И вот здесь есть некоторая путаница, потому что на некоторых картах это озеро уже называется Беляшка, хотя на самом деле это вторая часть озера Кальница или Дервяниска, которое идет к Новой Руде. А Беляшка, оно немножко дальше, и мы устремляемся именно к этому озеру. Сейчас на берегах озер поражает безграничное безмолвие, потому что нет ни одного движения, кроме того, что ветер колышет ветки и тростник. Нет ни птиц, ни животных, то есть все как будто спряталось. Конечно, сейчас еще нет такого серьезного минуса, но зима набирает силу, поэтому везде уже лежит снег. И вот видите, озера даже такие большие, как системы соломянки, они уже покрылись льдом. Но есть одна вещь. Обратите внимание, лед еще очень тонкий, поэтому если вы находитесь около озер, не надо геройствовать и пытаться выйти рыбачить или просто перейти реку или озеро с одного берега на другой, потому что все это может закончиться довольно плохо. Поэтому лучше созерцать с берега. А так все превращается в такую зимнюю сказку. Субтитры сделал DimaTorzok Несмотря на то, что погодные условия довольно суровые, жизнь все-таки показывает, что она не затихает полностью. Видите, у меня под ногами бугор из земли, и если вы внимательно присмотритесь, это кротовина. То есть в данном случае, если не над землей, то под землей жизнь продолжается. И может для многих станет удивительным то, что кроты не впадают в спячку, они активны всю зиму. Единственное, что их активность в зависимости от температуры воздуха и промерзания почвы регулирует глубину их зарывания. Но все равно они активно питаются, они активно чуют в течение всей зимы. И вы видите, активность имеет свои проявления. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая кротовины. Причем они довольно свежие. И если вы обратите внимание, вот эта кротовина, она еще совершенно свежая. Видите? То есть это сегодняшнее утро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигаясь вдоль цепочки озер мы оказались на озере Беляшка. То есть это вот озеро, которое по всем картам отвечает этому названию. Оно небольшое, находится в преддверии деревни Новая Руда. И, как видите, оно тоже полностью подо льдом. Хотя еще недавно, вот видите, где там на озере немножко есть просвет, была полынья. Этой ночью эта полынья, видите, затянулась льдом. Ну а сейчас над моей головой только пролетают одни птицы, это вороны, которые активны и у которых начинается очень интересный период, который называется определение своего партнера. А мы двигаемся дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Озеро Беляшка переходит в став озера. Обращает на себя внимание, что став озера находится прямо в деревне Новая Руда. Причем дома подходят практически плотную к береговой кромке этого озера. И основная функция его – это рекреационная. Ну и, конечно же, делается водозабор. Вот такое небольшое компактное озеро, которое делает живописный внешний вид этой деревни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С этой точки мы осматривали озера и в прошлом своем путешествии, когда пейзажи были больше осенние, чем зимние. Цепочки озер реки Соломянка, озера Беляшка и Став, по размерам меньше, чем остальные озера. Длина озера Беляшка, например, около 900 метров, а вот ширина сопоставима с шириной других озер и достигает 440 метров. Озеро не глубокое, максимальная глубина чуть больше двух метров. Прогулка вокруг озера пройдет по высоким берегам, которые поросли хвойным лесом и ольхово-кустарниковыми зарослями. Общая протяженность кругового маршрута составит 1 километр 650 метров. Озеро Став в длину примерно такое же, как и Беляшка – около 850 метров. Но уже его ширина максимально достигает не более 200 метров. А вот береговая линия длиннее, чем у Беляшки. Протяженность – около 2 километров. Продолжение следует... Продолжение следует... в этом месте река соломянка делает просто чудо она проявляется то есть каскад озер прерывается потому что здесь именно стоит дамба которая отсекает систему как мы уже говорили искусственных озер и проявляется сама река несколько километров она идет своем естественном русле чтобы потом опять стать озерами этой интересной удивительной озерной системы очень трудно уловить этих обитателей данных мест потому что где бы мы ни были вдоль всей системы этих озер мы встречали вездесущих синиц но в данном случае я говорю об синице большой это житель наших и хвойных и смешанных лесов но как раз настало время перейти к нашей сейчас постоянной страничке это определитель птицы сегодня мы внимательно присмотримся тем синицам и их соседям которые не только обитают вот в этих природных комплексов но и прилетает к нам на кормушки лес вокруг ант озера куда привела нас река имеет одну интересную особенность здесь хвойным породам примешивается дуб и береза первыми мы заметили тех синичек которых в большом количестве мы наблюдаем на кормушках как на телестудии так и в парках лесопарках города большая синица легко отмечается от других видов своей группы во первых она самая большая из белорусских синиц отсюда и название большая синица во вторых у нее очень красивые сочетания желтого черного и белого цветов в окраске оперения голова и шея у этой птицы черные а щеки ярко-белые контрастность всем цветам придает ярко-желтая окраска брюха и боков тела а вот по центру груди идет четко выраженный черный галстук окраска спины более темная я бы сказал оливковая очень часто особенно в городе на кормушках рядом с большой синицей можно увидеть синицу лазаревку или как ее еще называют синяя синица лазаревка заметно меньше большой синицы ее отличает от других синиц которые встречаются на гроднищине окраска головы в первую очередь это наличие синий или лазоревой шапочки а также как видите при сравнении с большой синицей в окраски шеи щек и в целом головы меньше черного цвета а преобладает белые цвета особенно бросается в глаза черная полоска идущие через глаза голубоватый цвет оперения есть и на крылышках этой птицы также у меня создается впечатление что у синицы лазаревки даже желтый цвет более яркий чем у большой синицы кроме этих двух видов синицы на кормушке особенно в лесу и лесопарках могут прилетать синички гаечки они получили свое название за сероватую окраску оперения различает два вида гаечек черноголовую и буроголовую отличить их друг от друга очень трудно так как окраска тела крыльев и спины у них почти одинаковая серовато белого или серовато грязного цвета а вот цвет шапочки у этих синиц отличается у буроголовой гаечки у него буроватый оттенок а у черноголовой он отдает синеватым отливом также у буроголовой гаечки более длинный клюв и на верхних кроющих перьях крыла заметно светлая окоемка наблюдение за синицами очень увлекательное занятие но не менее завораживающим является сам витазиор последнее озеро системе реки соломянка это озеро зацкая озеро зацкая также как и другие озера этой системы имеет высокие берега поросшие дубами соснами осинами также заметно и впечатляет узкая протока которая соединяет систему реки соломянки и систему реки пыранки то есть озеро зацкое и озеро белое кроме этого очень впечатлил железный мост через протоку где мы и вели свои наблюдения я очень люблю это место потому что для меня она некоим роде уникально когда-то будучи пяти-шестиклассником именно с этого места вот здесь вверху есть поляна началась моя туристическая деятельность то есть мы впервые пришли сюда в поход и тогда я еще не осознавал что здесь река соломянка впадает реку пыранку это озеро зацкая или зацкого с левой стороны от меня как его называют это озеро белое сейчас я это знаю но меня переполняет тот же самый восторг мы находимся на слиянии двух озерных систем уникальное замечательное место мы много недель путешествовали то по одной системе то по второй но здесь они соединяются и на этом мы заканчиваем нашу программу с вами была программа в объективе натуралиста любите берегите друг друга и мир который вокруг вас до свидания а